Ну давайте еще одну рекламу моему Хонору 50 проведем. Кстати, он еще неплохо пишет звук моего голоса, мне кажется, часто лучше, чем камера. Но камера моя, Сонечка, имеет свои преимущества. Так, у нас вон сзади, не знаю, можно ли произносить это слово вслух, Аллачкова. А впереди у нас Чепелева. И там, и там весьма значимая для моей жизни буква Ч. Да не знаю, что они тут стоят. Далеко от проезжей части. Так, ну, планы я еще раз говорю, какой. Сейчас я доеду около въезда в Чехов. У меня там есть местечко, где я стою, имитируя, так сказать, занятость. Там я стою, отстаиваюсь, пока все думают, что я занят делами. Ну там я сейчас что, ну просто постою, короче. Я уже много раз показываю. И, кстати говоря, знаете, такая была странная вещь в 21-м году, да и в 22-м тоже. Что я на этом месте, на своем отстойнике, отстаивался, имитируя то, что занят делами. А я ведь там был реально занят делами, как и теперь. Потому что мое блогерство это очень важное дело. А тогда я занимался в машине на скрипке. Ну, потому что мне моя семья требует, чтобы я ходил куда-то показывался. А показываться было некуда, да и нечего было еще показывать. Поэтому я вот отъезжал немножко от своей дачи, вставал в этот отстойник свой, который я сейчас вам в очередной раз покажу. И занимался там на скрипке в машине. А потом приезжал домой и говорил, что я побывал в Москве. Вот так. Ой, черт. Здесь, кстати, в богословенные ковидные времена здесь садился вертолет. У меня, кстати, есть даже эта съемка. Надо будет как-то найти, может, ее даже. Но сам вертолету не удалось заснять. Но это эффектно, мощно. Я вот рядом со мной вертолет не садился. Ну, сейчас, не дай бог, я уже этого не хочу, нахрен. Но. Но эффектно. Как пишет иммунеукат, все мощное, огромное. Производит возвышающее действие на душу. Вот мы свернули. Это у нас сего Чепелева. Когда мы только переехали, мы его называли Чепелева. И нам все говорили Чепелевым, дураки, блин. Ну, теперь я называю Чепелевым. А озеро Ильмень я до сих пор люблю называть Ильмень. И хрен буду называть Ильмень. Как хочу, так и называю. Свобода слова. Хоть в чем-то должна оставаться.